МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер добрый. Главные новости уходящей недели прямо сейчас на телеканале Интер. С вами Дмитрий Анопченко. За минувшие 7 дней произошло множество событий, но мы вместе с вами обсудим лишь те, о которых стоит знать. И вот о чем расскажем сегодня. Апокалипсис. Российская версия. Украина в случае подписания соглашения в ассоциации с Евросоюзом ждет очень серьезное ухудшение экономической ситуации, ухудшение торгового баланса, девальвация валюты, дефолт, в конце концов. Верит ли сам посланник Кремля в то, что говорит? Бездомный Лазаренко. Почему американские власти конфисковали роскошную виллу экс-премьера? Мы узнали подробности. Им митинга мало, им штурм подавай. Почему акции протеста в Украине становятся все радикальнее? Я готова идти до кинца. Но я реально готова пожертвовать в своем жизни. До чего дошел ЕС? Спа-салон для коров, красное вино для быков и игрушки в свинарниках, на что еще готовы европейские фермеры, чтобы удержаться на плаву? Украина на финишной прямой в своем движении к саммиту в Вильнюсе. Вот-вот выяснится, насколько Евросоюз готов к сближению с нашей страной. Но еще выяснится, как далеко зайдет Россия, чтобы столкнуть Украину с пути в Европу. Представители России, например, Сергей Гладьев, разговор с которым, кстати, в нашей программе чуть позже, дают понять, что Москву евроинтеграция Украины не устраивает. Не устраивает вообще. Россия угрожает экономическими репрессиями, мол, ограничим ваш экспорт, а это миллиарды долларов убытков и сокращение рабочих мест. Готовы ли в Европе нас защищать? Ситуация выглядит так, что будущее Украины зависит от результатов борьбы Запада и Востока за курс бывших советских республик. Наш политический обозреватель Ольга Червакова выясняла, кто же побеждает, Брюссель или Москва. Украинские конфеты снова подозрительны для российских потребителей. Рецидив торговой войны с Москвой только теперь уже вместе с таможенной на восточной границе Украины километровые заторы груженных тяжеловозов. Мы в шоке все, что творится. Газ для России снова стал политическим товаром. Необходимо в ближайшее время рассмотреть вопрос о переходе Украины на предоплату поставок за газ авансом. Еще в конце прошлой недели ничто не предвещало такого обострения. Российские и украинские президенты встречаются тет-а-тет в южной резиденции Путина, затем в понедельник многочасовые переговоры на уровне дипломатов. Может быть, были какие-то предложения со стороны россиян. Кто знает, может быть, если бы это были очень привлекательные предложения, может быть, Янукович согласился бы. Похоже, что не договорились. Кроме торговой войны, новый виток информационной пропаганды. История суверенных России и Украины – это история страстных отношений. Именно страстных, где от бесконечной любви до такой же ненависти один единственный шажок в стиле ГПК. В Украине слушали громкие заявления с северо-востока, но следовали ранее избранному вектору. Правительство утвердило проект соглашения с компанией «Шеврон» о добыче сланцевого газа во Львовской и Ивано-Франковской областях. Уже на початку наступного десятилетия Украина-Зенкортера может перетвориться в экспортера газа в Европе. Украина имеет большие амбитные планы для увеличения энергетической независимости, выработки газа, нафты. Но это долгосрочная перспектива. Впереди обсуждение с Москвой условий поставок газа на следующий год. Глава украинского МИДа заявил, если они зайдут в тупик, Украина будет покупать топливо в Европе. Из Брюсселя готовы помочь не только ресурсами, но и деньгами. Европейский Союз начал переговоры с МВФ о предоставлении Украине от 10 до 15 миллиардов долларов дополнительного транша кредита на прежних условиях. Это мог бы быть очень серьезный выявлением помощи экономике Украины для их стабилизации, тем, что это не подарок, а просто кредит. Ни на подарки, ни на кредиты Брюссель не готов только в одном, в последнем из нерешенных вопросов, делит Тимошенко. Я бы попросил украинскую власть не тянуть время и сделать то, что надо. Есть альтернатива. С Украиной подпишем соглашение в следующем году. Все означает, что европейская сторона так же не доверяет сегодня Украине, Киеву и ее руководству, что она уже думает про какой-то план Б. Угода про ассоциацию Европейского Союза с Украиной будет подписана в листопаде або никогда. Будь-якие тиски, чи с того, чи с другого боку, есть неприятными. Сейчас, между прочим, одним из серьезных препятствий на пути Украины на, так сказать, запад, является козырная карта Путина. А кто такой? Или что такое козырная карта Путина? Это Юлия Тимошенко в тюрьме. Европа будет говорить, если Янукович не может пойти и выполнить требования Европы по фактору Тимошенко, следовательно, он не будет выполнять и все другие требования ЕС, когда мы примем его ассоциацию. Юлия Тимошенко! Юлия Тимошенко! Картеж европейских ревизоров держает ворота Харьковской центральной клинической больницы. В этих стенах рождается сценарий, как дать Украине еще один последний шанс. Спустя несколько часов появилось официальное заявление. Миссия Кокса Квасневского считает оптимальным выходом принятие законопроекта депутата Анжелики Лобунской. В нем всего несколько пунктов. Если осужденный лечится год в Украине, и это не приводит к полному выздоровлению, он просит суд отпустить его в заграничную клинику. Одновременно суд обязан принять решение об освобождении больного от отбывания наказания по состоянию здоровья. Эти слова прозвучали после того, как сама Юлия Тимошенко согласилась с предложенной евроревизорами схемой. Однако согласия одной оппозиции мало. Как выпустить Юлию Тимошенко из-за решетки? Регионалы хотят прописать в законе такую формулировку, чтобы она сработала, но не для всех, а только в исключительных случаях, как с Тимошенко. Когда мы писали декларацию про государственный суверенитет 16 липня 1990 года, мы долго бились над одной фразой. И потом Леонид Макарович встает и говорит, пропоную внести, может быть, и это все влаштовало. Леонид Кравчук, политик, который в самых патовых ситуациях находил компромиссы и побеждал обстоятельства, говорит, решение по проблеме Тимошенко надо принять немедленно, каким бы мучительным оно ни было. Исчерпав почти весь лимит времени и пережив торговую войну с Россией, украинская власть теперь наблюдает торги Востока и Запада за подпись под соглашением об ассоциации. Одна отмашка Михаила Чечетова в сессионном зале может означать последний шаг на пути к украинской евроинтеграции. Но к ней еще долгий путь переговоров. Ольга Червакова, Иван Ермаков и Лариса Задорожная. Подробности недели. Телеканал Интер. Эти торги Востока и Запада, за которыми мы с вами всю неделю следили, проходят по старому и знакомому всем нам принципу кнута и пряника. Но если европейцы в основном говорят о преимуществах ассоциации с ЕС, то в Белокаменной совсем другая риторика. В минувшую пятницу советник президента Путина Сергей Глазьев приезжал в Харьков. Принял участие в конференции, которую в местной прессе, насколько я помню, прозвали «Конкурсом угроз для Украины». В чем же состоит главная опасность Вильнюсского соглашения? Господин Глазьев рассказал в интервью подробностям недели. В Украину в случае подписания соглашения в ассоциации с Евросоюзом ждет очень серьезное ухудшение экономической ситуации, ухудшение торгового баланса, девальвация валюты, дефолт в конце концов. Нужно будет порядка 130 миллиардов евро только на адаптацию украинской промышленности к европейским техническим регламентам. Готовы Европа дать такие инвестиции Украине? Пока европейцы только вывозят деньги с Украины, уходят в европейские банки из Украины. Главным инвестором в украинскую экономику является российский бизнес. Кредиты дает пока только Россия, в этой ситуации преддефолтные. Поэтому ответственные политики понимают, что им не нужна разоренная Украина, им не нужен дефолт на Украине. А именно к этому тянут европейские интеграторы-бюрократы, безответственные чиновники Еврокомиссии, которые сюда приезжают и говорят чепуху, просто ворят заблуждение и обманывают украинское руководство. Но есть, в конце концов, посредители Бжезинского о Вашингтоне, которым не дает покоя, страх перед величием Советского Союза. Прерву господина Глазьева, чтобы обратить ваше внимание на еще одну громкую новость, озвученную им на этой неделе. Он заявил, цитирую, главным штабом всей этой евроинтеграции является, чтобы вы думали, американское посольство в Киеве. Мы попросили Сергея Юрьевича объясниться, и вот что он сказал. Даже сам посол американский так говорит, он собирает на совещание еженедельно всех послов Евросоюза, дает им инструкции. Выступая в Сенате, он заявил о том, что главная его цель заставить Украину подписать соглашение в ассоциации с Евросоюзом. Я просто перефразирую то, что сам американский посол говорит. Он ведет себя на Украине как хозяин, которого миссия заставить Украину подписать кабальное колониальное соглашение с Евросоюзом. Потому что главный смысл этого соглашения, как правильно сказал Луценко не так давно, это стоп-кран, чтобы не пустить Украину двигаться в сторону России. Заявление громкое, но сколько в нем правды, выясним прямо сейчас. У Дэвида Кремера, американца которого в Вашингтоне называют одним из лучших экспертов по Украине и России. При Джорджи Буша он был заместителем государственного секретаря США, последние годы возглавляет влиятельную организацию Freedom House. Дэвид по-прежнему вхож в высокие кабинеты и из первых уст знает о настроениях в Белом доме. Добрый вечер, спасибо, что присоединились к нам из Вашингтона. Спасибо и вам, что пригласили. Хочу начать с вопроса, которым явно задаются наши зрители. В случае, если Россия усилит давление на нашу страну, Украина может рассчитывать, что США за нее заступятся, помогут защитять, называйте как хотите? Я думаю, чем сильнее будет давление России на Украину, тем больше украинцы будут стремиться в Европу. Поведение России дает противоположный эффект. США заинтересованы в том, чтобы Украина интегрировалась в Европу. Думаю, Ваша страна может и должна быть ближе к ЕС, сохраняя при этом хорошие связи с Россией. Но тогда и Кремлю следует прекратить политику, которую он сейчас ведет. Когда поднимают газовые вопросы, блокируют украинский экспорт в Россию. Такая тактика давно устарела и просто бесполезна. Мы в рамках этой программы говорили с господином Глазиевым, советником российского президента. Он заявил, мол, штаб евроинтеграции Украины находится в американском посольстве в Киеве. Другими словами, что вся евроинтеграция – это план Вашингтона. Как бы вы могли это прокомментировать? Слова господина Глазиева откровенно глупые. Еще на конференции в Ялте он стал запугивать Украину в связи с интеграцией в ЕС. Замечу, что США не вмешивается в этот процесс. Не мы готовим саммит Восточного партнерства в ЕС. Соединенные Штаты лишь наблюдатели в этом процессе. Так что господин Глазиев делает хорошую работу, толкая Украину в Европу. Но я попросил бы Глазиева попросту закрыть рот и позволить Украине самой выбирать свое будущее. Извините, но попрошу вас прокомментировать еще одно заявление Глазиева. Он сказал, Америка делает все, чтобы отлучить Украину от России. Можно услышать в Вашем мнении. Так это господин Глазиев делает все, чтобы разъединить Украину и Россию. Пора уже понять. Украина – отдельное независимое государство. И такие персонажи, как Глазиев, не отдают себе отчета, что Россия не может контролировать Украину. В будущем украинский народ отдаст свой голос в поддержку интеграции с ЕС. И надеюсь, мы это увидим. Спасибо. Дэвид Крэмер был с нами на связи из Вашингтона. Итак, это был Дэвид Крэмер. Напомню, что он почти пять лет работал в Госдепартаменте США. Заместителем государственного секретаря. И три года из пяти отвечал за европейское и евразийское направления американской политики. С 2010-го Крэмер возглавляет одну из самых влиятельных правозащитных организаций – Freedom House. На минувшей неделе в Украине состоялся первый детский бунт в Ужгороде. Городской голова перенес школьные каникулы, мол, осенью дети пусть учатся, а зимой отдыхают на неделю больше. Но школьники не согласились. Вышли к мэрии на акцию протеста, которая чуть в штурм не переросла. Ух, вообще-то это уже стало традицией в Украине. Не только протестовать, но и выламывать двери, бить окна, забрасывать краской государственные учреждения. Наш корреспондент Геннадий Стамбула разбирался, почему все чаще мирные митинги перерастают в настоящий бунт. Каникулы! Каникулы! Они далеки от политики, им каникулы подавай. Ужгородские школьники хотят отдыхать, как и другие украинские дети. А взрослые начальники взяли и отменили им осенние каникулы. Десятиклассник Дмитрий Шафарь против несправедливости. В понедельник вместе с одноклассниками ходил штурмовать Ужгородскую мэрию. Все происходило здесь. Основная масса детей, человек 800 было прямо посередине этой площади. Это что-то такое светлое и незабываемое, но в то же время тяжелое. Подобного в Украине еще никогда не было. Эдакий детский Майдан в Ужгороде. Школьники признаются, идею позаимствовали у взрослых. Мобилизировались через интернет. Каникулы! Политолог Дмитрий Выдрин уверен, вот так из искры возгорается пламя. Это новый тренд в украинской политике. Если власть не идет к народу, то народ идет к власти. Генагрессия растет. Только с начала года в Украине было около трех десятков штурмов учреждений. Люди прорывались в райотделы милиции, районные и городские администрации. Легендарный уже Врадиевка, Одесса, Фастов. Чернигов, Полтава, Житомир. Больше всего в Киеве. Только столичный горсовет пытались захватить пять раз. После первого штурма здание стали укреплять на всех фронтах. На входных дверях стоят такие массивные ручки. Видно, что совсем недавно сюда вкрутили новые шурупы. Внутри установили металлоискатели. А в день проведения сессии сюда выводят чуть ли не весь состав столичного Беркута. Татьяна Черновол, активистка штурмов Киевсовета, иногда применяет свой коронный трюк – ходьба по головам бойцов Беркута. Активистка рассказывает, что штурм зданий – это особое искусство. Надо быть смелой и проворной. Татьяна даже в секцию плавания записалась, чтобы стать более выносливой и укрепить мышцы. Она уверена в здании с табличкой «Киеврада» и ее уже побаиваются. Но кровь проливать чаще всего никто и не собирается. Пиар-технолог Дмитрий Крикун считает, задача штурмов – не напугать власть народным неповиновением, а сделать так, чтобы людей услышали. Детки, где больше, особенно маленькие детки, они кричат. Почему они это делают? Они считают, что чем голоснейший сигнал, тем больше шансов, что тебя слышат. Так и наше общество. Скучные митинги под окнами чиновников уже давно неэффективны. Чем больше драйва, тем лучше. Пришел один журналист. Когда ты начал штурмировать, пришло 50 журналистов, из них 20 фотокореров. И все, вот такая проста арифметика. Но кроме журналистов, добавляет милиционер в отставке Александр Наумов, в эпицентре народных волнений появляются и народные депутаты. Якобы случайно. В радио-то раз появились депутаты. И люди считают, а вот наша поддержка. Почему никто не говорит о том, что не надо обострять ситуацию, не надо штурмовать, не надо нагнетать. А вместе с депутатами приходят и тетушки, люди в спортивных костюмах и с грозным выражением лица. Очевидно, таких штурмовиков уже надо называть профессионалами. Наверное, это их заработок. Это Одесса. Прошлая неделя. Сторонники задержанного экс-нардепа Игоря Маркова штурмуют местное управление милиции. На этом видео немало людей спортивного телосложения. Андрей Ткачук, участник атаки, представляется активистом молодежной организации. Он кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Говорит, если противники доведут, бить будет больно, но осторожно. И не за деньги, за идею. Подставлять шоку, это, наверное, не для того, ребята занимаются, чтобы выдерживать, когда их бьют. Социологи, как никто знает, от народной любви до ненависти один шаг. Сегодня каждый 20-й украинец готов участвовать в акциях протеста. В мирных или штурмовых не уточняется. Власть должна быть разговорчивой. У нас власть бывает с руками, с ногами, с кулаками даже, но редко бывает с хорошо поставленным артикулирующим аппаратом. Иначе общество превратится в племя людоедов. Когда школьник из Ужгорода Дмитрий Шапарь был помладше, люди еще верили в эффективность мирных митингов. В свои 14 у него уже есть опыт пикетирования. Однако Дмитрий надеется, когда вырастет, для общения с властями всех уровней, все-таки достаточно будет просто слов. Геннадий Стамбула, Наталья Неделько, Марина Коваль, Андрей Анастасов. Подробности недели, телеканал Интер. В минувший понедельник исполнился ровно год действующей Верховной Раде. 28 октября 2012 мы с вами избрали этот парламент. И уже можно подводить некоторые итоги. Итак, за это время Рада работала 142 дня. Не работала 179. В том числе 17 дней блокировались. Подано законопроектов. Огромное количество. 3864. Ну а принято из них только 633. Один депутат обошелся бюджету. В миллион 850 тысяч гривен. Вот они, эти цифры. Один день работы Рады. В 2 миллиона 470 тысяч. Напомню, в начале работы Рады в ней был некомплект. 445 депутатов. В пяти округах по счету голосов помешали скандалы, драки, кое-где и откровенная блокада избирательных комиссий. И вот уже в следующем месяце. 15 декабря пройдут довыборы. Но борьба будет, похоже, совершенно другой. Характерный пример. 223 округ в Киеве. Политические тяжеловесы не баллотируются. Зато в бюллетене будут фамилии тех, кто в своей предвыборной кампании доказывает. Политика дело не грязное, а забавное. Подробности в сюжете моей коллеги. Ирина Баглай. В известной детской игре, в которую играли и уверенно наши политики, когда были маленькими, главная задача занять свободный стул. Стоп! Проигравший выбывает, правда, с собой он забирает один стул. Во взрослой жизни стулья остаются на месте. А вот количество желающих их занять растет и растет. Да и реакции сноровки для победы, как здесь, маловато. Я хочу жить! А вот эти вакантные пять мест в парламенте. На них претендует уже более восьми десятков зарегистрированных кандидатов. Бьет рекорды по количеству желающих получить депутатский мандат 94-й округ, Киевская область. Юрий Кармазин один из этих 42 претендентов. Вернее, их Кармазин их двое. Кандидаты тезки вплоть до отчества. Точно так же в нынешней компании два Сергея Власенко. И ни один из них не адвокат Тимошенко. Таким образом избиратели сбивают с толку и оттягивают голоса. Мне в прошлый раз угрожали, что будет клон. Кармазин будет депутатом. Хватите вы или не хотите. Округ 223-й. Это уже Киев. Берет не количеством, а яркостью претендентов на кресло в Раде. По количеству политических фриков в этих округах, они будут коммерцироваться вне конференции. Там действительно как медом намазано. Для провокативного историка Бузины это попытка номер два. Прошлый раз для победы, говорит, не хватило опыта. Его билборды с танками в цель не попали. Теперь четко определяют новое оружие для борьбы. Говорят у меня, по приятной на улице. На сегодняшний день мой личный вклад, это энергетический мой вклад. Это мои мысли, это моя идея. Наталья Акунская, в прошлом успешная модель, публично поскандалившая с бывшим мужем, экс-депутатом Сергеем Власенко, утверждает, в политику подалась без копейки за душой. Или почти без копейки. Еще один ресурс – личная популярность и репутация. Они помогли другому кандидату, юристу Татьяне Монтьян, не разориться в прошлый раз на выборах. Минуло, обошлось мне приблизительно 200 тысяч гривен, которые мне пожертвовали волонтеры. На меня работала невероятная количество людей, безоплатно. И если бы я этим людям платила, то это обошлось бы мне где-то четверть миллиона. Минум, который необходим для участия в этих выборах – 12 тысяч гривен. Для залога. Остальное, кому сколько не жалко. Затрати зависит от целей. Не деньгами едиными. История украинских выборов знает еще одну технологию. Когда известный политик составляет протекцию другому, менее рейтинговому. На мерских выборах в столице 2008 года был тандем Тимошенко-Турчинов. На этих выборах в Верховную Раду точно так же Олег Лешков взялся раскручивать Викторию Шилову. Женщину с косой. Юлия Владимировна Ясного Московского района. У нас многие, кто носит такие прически. Это прическа моей прабабушки. Против женских технологий борьбы за мандат мужчины практически безоружны. Я не конкурирую с женщинами вообще. Я стараюсь действовать на них обаянием. До выборы – это не только доукомплектация парламента. Это плацдарм для испытания новых технологий, считают политологи. До выборов завжди – это такая пародия на выборы. Через это выникает много парадоксальных персонажей, которые переводят политический процесс шоу-бизнесовый. И все-таки это не только шоу. Перевыборы в пяти округах имеют вполне серьезное значение. В нынешнем парламенте, как уже неоднократно доказала практика, всего лишь пять голосов часто влияют на политическую погоду в стране. Решение не принято. Барак Обама на этой неделе признал методы работы американской разведки. Нужно пересматривать, если прослушивали мобильный телефон Ангелы Меркель, то это уж точно слишком. Хозяин Белого дома старается погасить шпионский скандал, охвативший уже несколько континентов. Теперь и блоги, и страницы газет полны карикатур на некогда безумно популярного президента. Вот только некоторые из них. Их авторов задело то, что американские спецслужбы, как бы это помягче сказать, интересовались телефонными разговорами и перепиской в интернете сотен миллионов людей. От Мексики до Бразилии, от Германии до Франции. Американцы не выдержали искушения прослушать в том числе политиков, глав государств, чиновников Организации Объединенных Наций. Ходили слухи, что даже самого Папу Римского слушали. Напомню, масштабные программы слежки начались в США еще при президенте Буша-младшем, но при Обаме не прекратились. Хотя без преувеличения весь мир ожидал от него другой Америки и другой внешней политики. Теперь Обаму высмеивают, а ведь до следующих президентских выборов в США целых три года. И кто знает, какие еще разоблачения последуют со ссылкой на беглого разведчика Эдварда Сноуэна. И какие еще скандалы придется пережить Обаме. На уходящей неделе из США пришла и громкая новость с криминальным подтекстом. Американские власти оставили без дворца бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Роскошное поместье в калифорнийском городке Новато поражает. Даже на снимке со спутника. Ну, судите сами. Огромный дом с бассейном. За высоким забором, окруженный лесом. Рядом поля для гольфа. Люди в Новато живут не бедные. Стоимость участка начинается от миллиона долларов. Но Павел Иванович личный рекорд поставил. В далеком 98-м он купил свою хатынку почти за 7 миллионов. Подробности недели смогли снять, как выглядит вилла. А это наши эксклюзивные кадры. Ну, вы только посмотрите. Настоящий замок. Три этажа, бассейны, теннисный корт. Девять спален, девять ванных, пять псарен. И даже ручки на дверях комнат золотые. В калифорнийском поместье Лазаренко практически не жил. Его арестовали. И вот самое интересное в этой истории. Подробностям недели удалось раскопать очень важные данные. Эту новость тиражировали многие. Но вот причину, почему Лазаренко остался из дворца, выяснили мы. Владелец уже много лет не платил налог на землю. В местной администрации нам признались, проблема не в отсутствии у Лазаренко денег. Просто по калифорнийским законам налоги нужно платить наличными. Да еще и деньгами, происхождение которых прозрачно. А перевод из офшорной зоны американцы отказались принимать. И в итоге забрали дом. До чего дошел ЕС. Французские фермеры поят своих быков отменным красным вином. Итальянцы делают массаж коровам. Но в Брюсселе считают этого мало. И разослали инструкцию. Ну только послушайте. Свиньям нельзя скучать в вольерах. Фермеры срочно должны закупить им игрушки. По поводу игрушек это не шутка. Это евростандарт. Придется ли и нашим селянам развлекать своих питомцев, пока вопрос. А вот в том, как требования ЕС уже сейчас изменили жизнь европейских фермеров, разбиралась Анна Граженко. Джаз и массаж – залог лучшей моцареллы в мире, считают фермеры из итальянской компаной. На ферме целый день звучит музыка и работают массажные установки. Такой спа-салон животным пришелся по вкусу. У нас большая территория. Наши коровы не стоят в стойлах, а гуляют. Подходят по очереди к массажерам. Музыка, которая играет на ферме, помогает им расслабиться. И они дают больше молока. А вот быки из французского городка Лунельвиль известны своим пристрастием к алкоголю. Каждому из них дважды в день фермеры дают выпить по бутылке красного вина. Такое мясо Клод Шабалье продает в лучшие рестораны Парижа. Впрочем, французский фермер говорит, эта идея родилась не от хорошей жизни. Несколько лет назад его хозяйство разорилось и пришлось начинать все заново. Производить молоко стало невыгодно, и Клод принялся разводить боевых быков породы камарк, которые участвуют в кориде. Я долго думал, чем бы мне заняться после банкротства, и решил разводить быков камарк. Ведь выручить за одного такого красавца можно больше, чем за несколько партий молока. Продавать молоко у нас во Франции становится невыгодно. Супермаркеты теперь предпочитают закупать продукцию из Китая, к примеру. Их товар дешевле. Европейские фермеры обязаны придерживаться условий содержания скота, которые диктует Брюссель. Одно из последних нововведений – игрушки в вольерах для свиней. По мнению еврочиновников, животные, выращиваемые на убой, должны меньше скучать. Вот и получается, если строго следовать всем распоряжениям Еврокомиссии, себестоимость сельхозпродукции будет в два, а то и в три раза выше, чем, к примеру, из Китая. Ведь в этой стране о правах животных не думают. Фермер – работа не из легких. Такой она была во все времена. Но сейчас сельское хозяйство в Европейском Союзе оказалось на грани вымирания. По крайней мере, так утверждают аграрии из этого региона, юга Франции. В своей стране они достаточно напротестовались. Так что сейчас готовы идти на Брюссель с вилами. Аграрии на севере Франции всю неделю перекрывали трассы и жгли покрышки. Они возмущены новым налогом на грузовые перевозки. Это сделает их продукцию еще дороже. А значит, покупателей станет еще меньше. А так протестуют пчеловоды Британии. Местный органический мед стал большой редкостью. Его также вытесняет импортная продукция. Да и пчел в последние годы на Туманном Альбионе намного меньше. Жители Британии и всей Европы часто слышат, что пчелы гибнут. Но никто ничего не хочет с этим делать. Мы требуем сохранить пчел, уменьшить количество используемых пестицидов. Мы требуем сохранить наши рабочие места. Раньше поляк Джегаш Скалмовский не предполагал, что разорение его фермы, а это несколько сотен голов рогатого скота, обернется миллионными прибылями. Получив кредит, фермер основал необычное для родной Польши производство улиток. Теперь компания Джегаша – один из лидеров этого рынка в Европе. Его лучшие улитки отправляются во Францию и Испанию. Польша – идеальный климат для разведения улиток. Достаточно влажно и тепло, но не слишком жарко. Джегаш утверждает, кто ищет, тот находит. А потому причитания большинства коллег не понимают. Чтобы найти своего покупателя, стоит стать экспериментатором, говорит фермер. По его мнению, в Европе грядет аграрная революция. Анна Гороженко, Сергей Коваль. Подробности недели. Телеканал Интер. До зимней Олимпиады в Сочи осталось меньше ста дней. И на нашей памяти еще, пожалуй, не было настолько скандальной подготовки к играм. Ну, во-первых, Олимпиаду уже прозвали «распелиадой». Игры в Сочи могут стать самыми дорогими в истории. Ну, подумай только. Больше 50 миллиардов долларов уже потрачено. А сколько еще потратят? Вообще непонятно. Во-вторых, соревнования постоянно призывают бойкотировать. То экологи, то борцы за права сексуальных меньшинств. Ну, а в-третьих, со скандалами проходит олимпийская эстафета. Олимпийский огонь решену пронести по всей территории Российской Федерации. Только вот с факелами проблема. Модель одного из них у нас в студии. Некоторые факелы внезапно гаснут. Прямо во время эстафеты. И приходится их зажигать. Один даже в Кремле затух. Вот так вот поджигали, как я. Но всего погасло за время эстафеты почти 40 штук. Наш корреспондент Лариса Задорожная побывала в Сочи, чтобы выяснить, ну, ладно, факелы. А готов ли сам город к встрече олимпийских гостей? Здесь не хватает штукатурки. Здесь тротуара. Все гудит и гремит. Спортом пока не пахнет, только пылью. Заезжие спортивные функционеры здесь выдаются. Если русские уж строят, то это почему-то всегда выглядит, как Букингемский дворец. Пальмы сажают землю прямо в катках. Зеленую траву раскатывают рулонами. Правда, пальмы и трава явно не из зимнего лексикона. Зато по-сочински. А вот со снегом в этих краях бывает напряженка. Поэтому на всякий случай им запаслись еще с прошлой зимы. Сейчас уже у нас 4 снегохранилища объемом порядка 200 тысяч кубических метров. Россия решила мир удивить. Белая Олимпиада впервые в субтропиках. Все это построено с нуля. 7 олимпийских объектов из стекла и бетона. А еще 6 лет назад здесь были обычные улицы с выходом к морю. С жилыми домами и коренными сочинцами. Сочинцев переселили быстро и массово. Олимпиада 2014 это не просто проект Кремля, а желание президента Путина, давнего ценителя спорта. Он мечтает показать миру российскую мощь и новый имидж страны. Мы надеемся, что раньше было только мечтой. Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. Больше 50 миллиардов долларов вложили в дворцы, арены, горные спуски и отели. Это рекорд за всю историю человечества. По версии же российской оппозиции это еще и рекорд по откатам. Каждый второй рубль осел в чьих-то карманах. Самая дорогая дорога Адлер-Красная Поляна. В интернете сделали свой подсчет дорожной сметы. Космический аппарат НАСА, высадившийся в прошлом году на поверхность Марса, обошелся американским налогоплательщикам в три с лишним раза дешевле. Олимпийская стройка ограждена забором от лишних взглядов и непрошенных гостей. У вас есть отношения на сон? Обратная сторона олимпийской медали, та, о которой не узнают участники состязаний. Когда у нас начинают мыть дороги, то это обязательно кто-то приедет. Или замгубернатора, или глава города. Обгоняя поливальную машину, Наталья показывает, куда не дошла олимпийская цивилизация. У нас до сих пор не провели канализацию, а стоят вот такие вот деревянные туалеты. Это зона международного гостеприимства. Вся эта масштабная стройка оставила без дорог, без воды, без жилья целые районы. Еще вчера на этом месте был дом пятиэтажный с массандрой. Ну, вернее, два дома, они между собой сложились. Просто сложились, потому что здесь оползем, поползла земля. Вот. И их пришлось вот срочно разбирать, их разобрали и снесли, потому что их очень хорошо было видно с олимпийской стройки. А еще с олимпийской базы хорошо видны дымоходы. Но продавать дрова запретили, чтобы не дымили. В стране с богатейшими ресурсами голубого топлива не может быть улиц без газа. И людей без прописки не может быть. В Сочи останутся те, у кого она есть. Остальным до свидания. Будут ограничены серьезные передвижения в центре города. То есть какие-то рядовые магазинчики просто не смогут доставлять продукты питания. Пойдут в рост, значит, возникнет рост цен. Вообще ситуация, я бы ее сравнил действительно с видением какого-то чрезвычайного положения. Над Олимпиадой в Сочи, когда мокла в меч, угроза бойкота Западу не нравятся законы Госдумы. Об ужесточении проведения мирных собраний, потом о запрете пропаганды гомосексуализма, до отказа ехать на игры не дошло. Пока. Но символический бойкот все же объявили. Мы решили бойкотировать российские услуги, международные события и продукцию. Начали сводки. Это самый популярный российский продукт в Штатах, в том числе и в американских гей-барах. В Точинском гей-клубе тоже готовятся к Олимпиаде. Гадают, закроют заведение или не закроют. Но даже если это произойдет, местные гомосексуалы против бойкота. Мы есть везде, в том числе и среди олимпийских чемпионов, и в правительстве. Везде такие люди есть, и бойкот, но это не серьезно. Олимпиада 2014 может стать и самой прослушиваемой. Госдеп США уже обратился к американцам. Смартфоны и ноутбуки лучше оставить дома. Российская спецслужба, это тема журналиста Андрея Солдатова, говорит, проверка болельщиков начнется еще на стадии покупки билета. Из наших разговоров с сотрудниками ФСБ, бывшими действующими, обрисовывается картина, что им очень нравится опыт Олимпиады 80 в Москве. Когда абсолютно все было подконтрольно, не было несанкционированных выступлений. Система намного более уже продвинута по сравнению с советским временем. Никто не сидит в наушниках, это все не слушает. Есть система ключевых слов, есть система идентификации тем, которые могут быть любопытны. Впрочем, Россия боится не только акций протеста рядом с Сочи и Северный Кавказ. Нужно быть готовым и к террористической угрозе. Недавний взрыв в Волгограде как подтверждение. Любой промах во время Олимпиады это удар не только по репутации России, но и лично Владимира Путина. Лариса Задорожная, Вадим Ревуль. Подробности недели телеканал Интер из Сочи. Британцы в недоумении. Неужели супруга принца Кейт Миддлтон снова беременна? Вы помните, всего три месяца назад она родила первенца. Неужели у него появится брат или сестра? Судачат и в Лондоне, и в Эдинбурге. Правда, информацию о том, что герцогиня Кембриджская снова в интересном положении, распространил американский таблоид Глоб. Страницы которого полнятся всевозможными слухами. Из Букингемского дворца официальных заявлений пока не поступало. Однако BBC сообщила, что один из представителей королевской семьи дал понять, эти слухи не беспочвены. Так или иначе, Кейт Миддлтон и супругу принца Биллима можно считать ранними родителями. Им обоим исполнился 31 год, когда на свет появился первенец. Для Европы это совсем не возраст. Да и для Украины оказывается тоже. И там и здесь. Женщины все чаще откладывают материнство. Откладывают его ради карьеры. В проблеме разбиралась моя коллега Ирина Смирнова. Да что ж ты делаешь, Яся? Ежедневная прогулка с дочкой и внучкой. Внучке 2 годика, дочке 3. Своего первого ребенка Людмила родила в 23 года. Второго в 47. Это как чудо было, поэтому тут точно не было готовности, точно не было решимости. Когда пошла проверяться, мне вдруг сообщили, честно я даже не знала радоваться или нет. Поэтому если искренне, то вначале было много растерянности. Растерянность сменила счастьем. Сейчас мы не представляем с мужем жизни без нее. И просто как хорошо, что когда-то мы приняли абсолютно правильное решение, потому что и смыслы прибавились жизненных, много и сил прибавилось, энергии прибавилось. И в общем-то как-то и честно жизнь изменилась. Давай колебай, колебай. История Людмилы скорее исключение, чем правило. Даже для Европы, где по статистике всегда рожали позже, чем у нас. Хотя в последние годы возрастной разрыв между украинками и европейками, рожающими первенца, значительно сократился. Средний возраст молодой мамы в Украине 27 лет, в Европе 30. Демографы предполагают, что со временем цифры сравняются. И процессом этим невозможно управлять вручную. Оно происходит не потому, что нужно, оно происходит потому, что происходит. Я думаю, что чем выше будет охват молодых женщин высшим образованием, тем быстрее этот процесс пойдет. Ольга в своей 32 сделала головокружительную карьеру. Сегодня это самый молодой председатель правления банка в Украине. Встречу назначила нам на вечер в пятницу. Когда обычные украинцы отдыхают, она продолжает работать. Семьи и детей пока нет, и Ольга не считает, что чего-то не успела. Вообще так не думаю. Я далека от стереотипов, но в самом-то деле это все пережиток прошлого, советского времени, что в 21 год надо выйти срочно замуж, родить троих детей и сидеть замужем, вот за мужем. И вот для меня это совершенно неподходящий образ. Я считаю, что женщина, прежде всего, должна быть личностью. Но и у личности есть родители, которые наверняка пристают с вопросами. А когда же, собственно, внуки? Да, конечно, пристают. Увидят. Увидят. Всему свое время. Ну, что 32 года. Все впереди и в 38. Юлия Макгаффи, главный редактор одного из самых рейтинговых новостных сайтов в Украине. В профессии 19,5 лет. В любимой редакции 13. Мне кажется, что мы уже давно, давным-давно одна семья, потому что у нас текучка в клинике достаточно небольшая, поэтому мы уже так привыкли к друг другу, что не можем друг без друга жить. О личном, как и обо всем остальном, Юля говорит предельно откровенно. Мама есть и собака, и все. Больше нет никого. Пока что. Ну, вот об этом, я думаю, достаточно, ну, очень активно в последнее время, ну, потому что уже время прошло. Гинеколог Наталья Лелюх считает, что главное для женщины, планирующей ребенка, не возраст, а здоровье. Наверное, имеет смысл родить до 35. Но если почему-то не получилось, не стоит ставить на себе крест, что вот мне уже 35, у меня нет еще ребенка, значит, я больше рожать не буду. Ни в коем случае. Дети к нам приходят, потому что они к нам приходят. И в каком возрасте, ну, как кому повезло. Они не считают это везением, сами спланировали. Бельгийцы Николя и Стефани, исключение для Европы, поженились и родили, по их меркам, безумно рано. Мы когда поженились, сразу захотели детей. Мне было 25, жене 20. Ну и через два года у нас родилась Капусин. И еще через два года у нас появилась Маран. Мне кажется, что сейчас люди заводят детей позже, но не факт, что это хорошо. По ночам надо вставать, проводить много времени, а в молодости энергии больше. Поэтому мы и завели детей в ранней молодости. По поводу ранней молодости. Когда родился их первый ребенок, молодому папе было 27, маме 22. Это не просто в таком возрасте посвятить себя детям, пожертвовать карьерой во имя семьи. Энергии и здоровье больше в молодом возрасте. Это был выбор. Пример этой бельгийской семьи еще раз подтверждает. Границы между украинцами и европейцами становятся все призрачнее. Они такие, как мы, мы такие, как они. И пока политики решают глобальные задачи, их народы и без чьих либо указок интегрируются, становятся все более и более похожими. А может и не было никогда разницы. Украина территориально всегда была частью Европы. Ирина Смирнова, София Гордиенко, Марианна Бурякова. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и вот такими были подробности этой недели. Спасибо, что смотрели. Какие события произойдут на следующей? Зависит только от нас. Легкого понедельника. И встретимся в этой студии через неделю. Счастливо.